Город, как постройка вокруг храма, это следствие нового священного представления, что должен быть один человек, который совершает эту священную действие. Государство возникает ради решения определенных религиозных задач. И именно это доказывается тем, что главное в государстве. Главное в раннем государстве – это то, что связано или с богослужением, или с упокойными комплексами. Повсюду государство возникает как осознанное стремление человека сложить с себя те задачи, какие он не может, как он сам считает, не может больше выполнять. Он предполагает… Почему он не может выполнять? Не потому, что он ленив. Он считает себя нечистым, несовершенным. Мы скоро узнаем, что в Египте царя Бога и царя называют «нетчер» – «чистый». То есть, человек чувствует себя нечистым, несовершенным. Он понимает, что его религиозные действия не просто несовершенны, но, скорее всего, оно и коррумпировано греком, и поэтому оно скорее ему в осуждении, а не на пользу. И вот в этой ситуации он решается на удивительный шаг – выделить одного, который будет представителем всех. Одного совершенного, одного благочестивого, который будет представителем всех, который за всех будет совершать священное действие. Опять же, мы увидим, что в том же Египте, в Месопотамии именно царь должен был быть тем единственным, кто может совершать священное действие, а жрецы от его имени совершают священное действие. В Китае и в Индии у нас просто нет текстов, которые мы могли бы проверить, так там было или так там не было. А в древности имя написанное и помещенное в гробницу означало, по всей видимости, только одно – в гробницу войти было невозможно, вход был замурован. Это должно было быть постоянное поминание этого человека, т.е. постоянно о нём вспоминать, постоянно его знать. Вот сейчас археологи нашли гробницу в Эранкополе, в Эранкополе, в Абидосе, простите, в Абидосе, с этими останками Уджи. Мы бы никогда не знали, что это Уджи. Лежит какой-то скелет, и лежит, да, там, явно это богатый человек, ну и всё. А поскольку есть таблички, мы знаем его имя, и мы, сами того, может быть, не желаем в контексте египетской религиозности, а, может быть, и желаем, мы упоминаем его имя. Понимаете, его имя живёт, т.е. его имя, как говорил потом Александр Сергеевич Пушкин, от смерти убежало. Вот в этом Уруке, храмовый архив Урука, в нём найдены первые надписи. Эти надписи, храмовые, безусловно, вроде бы это какие-то списки вещей и личных имён. Тут же предположили, что это какие-то финансовые расписки, а храм просто, ну, как будущая, можно сказать, юридическая контора. И мы здесь сталкиваемся вот с этой очень важной функцией ранней письменности. Ранняя письменность – это не передача чего попала. Как у нас сейчас взял, написал, как говорится, бумага всё стерпит. В древности, вот при появлении своём, письмо – это то, что должно от имени человека звучать вечно в мире богов. Поэтому египтяне так и назвали своё письмо, вот свои письмена. Они дали им название «Меду Нечер» – «Слова Бога». Вот так, дорогие друзья, можно коротко, конечно, очень коротко, очень много опуская, сказать о возникновении письменности государства. Мы видим, что две эти великие вещи, два этих великих явления, они, скорее всего, связаны не с производством пищи, что казалось бы естественно, и не с торговлей, и не с жаждой власти, и не с жаждой прославления правителей, как думают некоторые учёные, причём возникла письменность, а они связаны с решением всем обществом очень важной религиозной задачи. Кстати говоря, у этой религиозной задачи была и обратная сторона. Она замечена совсем недавно. Вот когда возникло государство и письменность, тогда ведь многое было приобретено, государство многое даёт, письменность многое даёт. А что-то было утрачено. Во-первых, замер ритуал. Поскольку ритуал был записан письменно, он перестал жить и изменяться. Он абсолютно зафиксировался. В Египте это не так жёстко видно, но, тем не менее, определённая фиксация имеется. Во-вторых, упростилось, как-то не странно, упростилось упростился быт. Раньше в каждой деревне каждый был участником священно-действия. А теперь от имени всех священно-действовал царь и жрецы, которые действовали от его имени. И поэтому жизнь людей стала более светской, более секулярной. Духовное средоточило в царе. И в те моменты, когда царь выходил к народу, действовал вместе с народом, или священнослужители действовали от имени царя вместе с народом. Мы знаем из истории самого раннего государства в Египте об этих явлениях царя Верхнего и Нижнего Египта, о шествиях гора, то есть какие-то царские ритуалы, которые совершались со всеми. Но археологи, когда смотрят на посуду, обычную керамику, видят, что в догосударственный период керамика была богаче и красивее орнаментирована, чем более богатых, как ни странно, государственных поселениях. Люди, видимо, теряют вот это чувство ответственности перед Богом полное, перекладая его на другого. И при этом же теряют некоторую эстетическую силу. И это вот открытие буквально последних лет. Я не знаю, может это очередная спекуляция, но тем не менее мне кажется, что это довольно интересные предположения. Мы видим, что когда человек чего-то достигает, он всего чего-то, что-то и неизбежно теряет. Об этом, кстати говоря, в 1989 году в своей статье впервые написала такая исследовательница Сусанна Куз, характерно названная была её статья о самых ранних городских поселениях «Археология хлеба и зрелищ». От человека ритуального человек в какой-то степени становится человеком хлеба и зрелищ. Но, возможно, это тоже перенос более поздней реальности. По крайней мере, государство и письменность, безусловно, дорогие друзья, остаются с нами, как величайшее открытие человека.